Самая старшая 20 лет, да? 20 лет, да. Мамочка её зовут. А потом случилось, что попала под машину. Возможности не было лечить. И так она попала к нам уже два года. На ножки встала, слава богу, пошла сама. Волонтёр Лариса рассказывает о спасении самой старшей в шелтере собаки по кличке Мамочка. В этом году ей исполнилось 20 лет. А вот недавно родившимся котятам всего несколько недель. Этот приют для животных жительница Мирнограда Светлана организовала 5 лет назад. Ну, когда дома уже до 40 собак дошло, пришлось. У меня раньше был магазин, его продала и купила этот дом. Ну, и потихоньку-потихоньку расстроились, расстроились. Чаще всего сюда привозят брошенных уехавшими хозяевами домашних любимцев. Ухаживают волонтёры и за ранеными питомцами. Их в этом приюте более 30. Есть же и раненые, которые, может, с ранениями привозили осколочные, там, фронтовые. Есть у нас белочка, есть в кошачьем доме девочка наша. Лапки обе передние были, солдаты привезли нам. Ну, с лобой ходит потихонечку, но осталось и сладко. Когда сюда привозят пострадавших питомцев, волонтёры не покидают приют по несколько суток, ухаживая за больными пациентами. Говорят, видеть раненое животное – самое сложное в их работе. Привыкнуть к этому невозможно абсолютно. Всегда расстраиваешься. Первым делом, как он, как ему в данный момент. Это ж очень больно. И они стараются, молодцы, есть такие, не звук, а просто вот тихонечко лежит или сидит, и всё. После полномасштабного вторжения России в Украину постояльцев в приюте стало в два раза больше. И даже находясь под опекой людей, спасённым животным здесь неспокойно. Путинские террористы постоянно обстреливают город. Каждый день. Мы забыли, когда у нас спокойная ночь уже была. Животное реагирует на обстрелы? Очень реагирует. На случай обострения ситуации в городе хозяйка приюта Светлана уже разрабатывает план эвакуации животных в другой регион. Сама же выезжать не собирается. Будет так, вывезу собак, Ларису, всех, вольеры там по максимуму, но сама останусь, потому что тут же ещё останутся животные бездомные, которых надо будет кормить, лечить, спасать и так далее. Светлана признаётся, за два месяца из приюта люди забрали всего пятерых животных, а еженедельно шелтер пополняется тремя-четырьмя новыми жильцами. На сегодняшний день на содержании волонтёров 300 собак и полсотни кошек.